Добрый день еще раз, уважаемые гости Astana Finance Days. Добро пожаловать на нашу очередную сессию, где мы обсудим вопросы развития фондового рынка Республики Казахстан. До того, как мы начнем, быстрое объявление, QR на ваших бейджиках. Можете подписаться на телеграм-канал. Пожарные выходы между блоками C34, C33, C32, чтобы знали, если в случае чего это очень важно. И, конечно же, мы благодарим партнеров Astana Finance Day, золотых спонсоров наших Visa, Freedom и Kaz Minerals за поддержку нашего форума, который, надеюсь, проходит содержательно и вам нравится. Также, к сожалению, у одного из наших спикеров, у Тимура Руслановича Турлова, ограничено время, он должен уходить немного пораньше. Поэтому, к позволению других спикеров, я несколько вопросов Тимуру Руслановичу задам, и мы отпустим вас. Как я уже сказал, мы сегодня будем разговаривать про фондовый рынок. Здесь, наверное, кто был на первой сессии с участием главы Национального банка, министра, с участием фонда Самурок Казна, тоже слышал, наверное, что экономика наша, конечно, в большей степени зависит от банковской системы и финансируется через банки. Фондовый рынок у нас набирает, тем не менее, обороты. Тимур Русланович озвучил даже цифру, что мы надеемся достигнуть цифры 30%, что 30% экономики или капитала будет привлекаться через фондовый рынок. И мы тоже надеемся, мы вообще в МФЦА себе ставим очень амбициозную задачу как раз-таки развивать рынок капитала, включая публичный рынок, то есть фондовый рынок, включая рынок частного капитала, венчурного капитала и так далее. И мы видим хорошую динамику. Ну, на самом деле, как бы и во время вот ковида, 21-й год, во всем мире наблюдалась тенденция, что розничные инвесторы активно начали интересоваться фондовым рынком. В Казахстане мы такую же тенденцию увидели, да, очень много были счетов открытые, технологии подтянулись, наверное, многие видели, ну, например, да, цифра. IPO Казатом Промо в 2018 году розничное участие 2700 примерно человек, если я правильно помню, а Казмоногаз уже примерно 74 тысячи розничных инвесторов. То есть за несколько лет, 4 года конкретно, количество розничных инвесторов увеличилось в несколько раз. Но, конечно, этого тоже мало. Нужны институциональные инвесторы. Как раз, наверное, этого нашему рынку очень серьезно не хватает. Буквально это единый национальный пенсионный фонд, накопительный пенсионный фонд. Конечно, есть институциональные инвесторы в виде наших управляющих компаний, банки, но они не настолько активные и большие. Нам нужны действительно настоящие ассет-менеджеры. Это, наверное, одна из проблем. Соответственно, как в присказке, да, курица или яйцо, если когда нет большой ликвидности и спроса, соответственно, нет и предложения, то есть имитентов. Ну и проблемы очень тесно взаимосвязаны. Но, тем не менее, мы принимаем меры, которые могут быть достаточны, может нет. Вот мы всегда открыты к новым идеям. Поэтому первый вопрос, он вообще для всех участников панельной сессии, с которыми, позвольте мне познакомить, Сауле Жакаева, руководитель Ситибанк Казахстан, Бахмутова Елена Леонидовна. Многие ее знают, руководитель Совета АФК, Ассоциации финансистов Казахстана, Тимур Турлов, руководитель Freedom Holding, генеральный директор. И Бухожанова Асель, руководитель биржи AX. Пожалуйста, в первую очередь давайте поприветствуем участников панельной сессии. И, как я говорил, первый вопрос, он для всех спикеров. Ну, как мы вначале проговорили, Тимур Руслановича попрошу ответить, наверное, первым. Вот 21-й год, как я говорил, наверное, был благоприятным. Сейчас менее благоприятная в целом обстановка для фондового рынка и, наверное, для розничных инвесторов, высокие ставки, геополитические риски. Насколько все это вообще релевантно для казахстанского рынка? Какие факторы, которые позитивные влияния оказывают, а какие негативные влияния оказывают на развитие фондового рынка? И, конечно, что регуляторы и государства, если пару идей еще дадите, могут сделать, чтобы фондовый рынок развивался еще быстрее в Казахстане? Спасибо. Да, спасибо большое. На самом деле я хочу отметить, что, безусловно, у нас с фондовым рынком все не так плохо, и мы прошли большой путь и очень хорошо развиваемся. И, конечно, подавляющее большинство наших соседей, не только ближайших, но и дальних, не достигли таких результатов, которые есть у нас сейчас, ни в относительном, ни в абсолютном показателе. Но, тем не менее, на рынке есть розница, ее немало. То есть вовлечение розницы в процесс сейчас – это достаточно хороший и сильный тренд, этот тренд продолжает ускоряться. Безусловно, на рынку не хватает институциональных инвесторов и какая-то диверсификация управления пенсионными активами, и в целом более активное вовлечение пенсионных активов в инвестиции финансовые активы, в корпоративные ценные бумаги, в корпоративный долг, в первую очередь первоклассный корпоративный долг. Это, наверное, то, что очень важно, потому что секьюритизация долга банками всегда была традиционно одним из важнейших трайверов финансового рынка. То есть если банки поймут в какой-то момент, что выдачу кредита выгоднее структурировать через выпуск ценных бумаг, то мы действительно получим, на мой взгляд, очень большой, хороший скачок. Но они это поймут, когда станет понятно, что в этом случае у тебя есть еще какие-то крупные пулы капитала, куда можно частично переложить части кредитного риска и откуда можно взять ликвидность. Спрос на это точно есть. У нас есть хороший арбитраж, положительный сейчас налоговый, с точки зрения налоговых льгот, которые есть по ценам бумага. Слава Богу, здесь у нас скорее попутный ветер, поэтому это точно является неким стимулом, который не мешает рынку. Хотя во многих странах у наших соседей эта проблема долго являлась и является до сих пор, когда там скорее негативный арбитраж есть. Очень многие вещи секретизировать невыгодно, потому что больше налогов получается. То есть у нас, слава Богу, меньше налогов получается, но, тем не менее, повторюсь, нужно добавлять институциональных инвесторов, как только появится какая-то критическая масса, на самом деле роль банков на этом рынке тоже вырастет. Они начнут гораздо активнее покупать ценные бумаги в момент, когда они поймут, что кроме них там кто-то есть. Потому что когда они сами делают, без участия других игроков, им эти ценные бумаги в общем-то и не нужны. То есть они могут структурировать те же самые, если уж очень хочется индицированные займы, но по факту они просто работают с залогами, с классическим процессом и делать более сложную какую-то секретизацию ни для кого нету экономического смысла. Вторая штука, которая кажется мне важной, это, безусловно, очень высокие ставки по вкладам, в реальном выражении. Они будут тормозить любую деловую инвестиционную активность. И в общем-то, с одной стороны, в этом, наверное, есть смысл высоких ставок. То есть их повысили ровно для того, чтобы корпоративное кредитование максимально притормозить, для того, чтобы деловую активность максимально притормозить, для того, чтобы снизить инфляцию. Но здесь тоже надо просто отдавать себе отчет в том, что в условиях очень высоких безрисковых ставок, когда люди могут… Ну, у нас с банковскими вкладами налогового арбитража нет, что то, что это не облагается налогом. И в этом смысле для многих людей получить тенговую доходность, очень высокую в банке, в простом инструменте, сейчас не является проблемой. Это отбивает инфляцию… Ну, там, при инфляции 8,5% имеет 15% доходов по вкладу в банки, даже не самому долгому, 14,5%. Это прям точно комфортно. Ну, то есть здесь даже неважно. Если даже на фондовом рынке можно найти 20% в инструменте уже без гарантии государства, в каких-то микрофинансовых организациях, лизинговых компаниях, то кажется, что 15% уже хорошо. Ну, то есть можно уже как бы и не ходить туда, и не брать на себя какие-то дополнительные риски, потому что инфляцию ты отбил, и уже отбил ее с такой горкой, ну, которой обычно не бывает. Потому что одно дело, когда мы понимаем, что ты там борешься, не знаю, за 100 бипсов над инфляцией, а тут у тебя, в общем-то, как бы гарантированно есть 600 бипсов над инфляцией, а то и 700. И понятное дело, что как только у тебя денежно-кредитная политика будет нормализовываться, и вот эта вот реальная ставка начнет сокращаться, а она у нас реально одна из самых высоких в мире, реальная именно ставка, не номинальная, то, собственно, мы будем понимать, что это неизбежно, как это, ничего не стимулирует так фондовый рынок, как все-таки гонка за доходностью, потому что, ну, мы наблюдали большую трансформацию, которая на российском рынке, например, тоже происходила на фоне того, что у них в какой-то момент очень сильно упали ставки, банки стали платить там за вклады, ну, нет, 3-4%, и люди в попытке хоть как-то сохранить привычные доходности начали искать альтернативы, и это тоже дало к сумасшедшей толчок для развития рынка. У нас есть такой арбитраж, то, что нашему рынку объективно помогает, это валютная доходность. То есть валютной доходности в банках нету, и поэтому люди именно за валютной доходностью приходят на рынок капитала, и площадка МФЦА во многом этот тренд смогла оседлать, потому что, ну, вот, собственно, розница на валютной выпуске в МФЦА тоже структурируется замечательно, есть очень много возможностей, это можно делать сравнительно быстро, и это позволяет сейчас рознице активно присутствовать на площадке МФЦА, в том числе торгуя вот валютным долгом, старшим, младшим, там, каким угодно. Поэтому, в общем, я думаю, что здесь, учитывая, что, повторюсь, у нас долларизация вкладов в целом довольно сильно сократилась, и вот те инвесторы, которые все-таки именно специфически ищут долларовую доходность, они как раз активно идут на фондовый рынок, и это наиболее подготовленная часть инвесторов, и, может быть, это правильно, безусловно, второй, как бы, кратный приток инвесторов частных и институциональных на рынок произойдет, когда безрисковая доходность в банках снизится. Ну, то есть люди поймут, что у них уже не получается вот там с горкой покрывать инфляцию, просто не принимая никаких рисков на себя, вот тогда они пойдут условно на фондовый рынок. И я при этом могу сказать о том, что с точки зрения огромного количества барьеров регуляторных, которые, на мой взгляд, как-то тормозили эту историю, они за последнее время в существенном мере решены. То есть если я очень долго и последовательно говорил о том, что вот у нас там, как это, регулирование слишком жесткое, нам очень много чего нельзя, то кажется, что сейчас вот у меня, по крайней мере, раскладывается ощущение, что оно, безусловно, жесткое, но оно уже сбалансировалось, и уже много чего можно. И вот это то, что можно, надо освоить, и на самом деле индустрия это еще не освоила. Индустрия еще не использует огромное количество раскрученных гаек, которые регулятор уже раскрутил, а индустрия все еще не использует. После вот этой вот долгой борьбы за минимизацию риска сама индустрия оказалась не готова, на самом деле, раскручиваться обратно, потому что, опять же, у всех все хорошо, все зарабатывают большие деньги, особо не рискуя. И вот это тоже отчасти демотивирует, наверное, поход за рынком капитала. Спасибо большое. Спасибо, Тимур. Вы осветили сторону инвестора, взгляд инвестора, то есть доходность высокая, соответственно, безрисковая, причем на фондовый рынок идти особо желания нет. Давайте немного про обратную сторону, потому что вы и с эмитентами работаете. Соответственно, это должна быть обратная ситуация, наверное, для эмитента. Если в банках ставка высокая, кредитоваться, почему не идет эмитент на фондовый рынок? Я как бы не абсолютно говорю, что он вообще не идет, идут, понятное дело. Но почему нет IPO, почему казахстанский бизнес не спешит становиться публичным? Ну, на самом деле, осмелюсь сказать несколько рамольных вещей. Быть публичным нашему бизнесу немножко не хватает. Во-первых, полноценно и качественно быть публичным – это сложная задача, которая требует высокой зрелости процесса внутри организации, которая требует высокой степени готовности менеджмента и позволяет, опять же, многим приобрести такую достаточно масштабную головную боль. То есть правильно быть публичным, черт возьми, реально очень сложно. А тем, кто справляется с этим вызовом, они получают, безусловно, такие системные конкурентные преимущества. Поэтому это очень сложно, но это того стоит. То есть я не буду говорить компаниям о том, что быть полноценной публичной компанией легко. Поверьте мне, нелегко. А если все делать правильно и аккуратно относиться к инвесторам, регуляторам, аудиторам, это заставит вас вести бизнес на другом уровне и заставит вас, на самом деле, нести гораздо более высокие сдержки, не связанные непосредственно с вашим бизнесом, просто на вашу публичность, для того, чтобы ваши инвесторы вам доверяли. А без этого всего вообще непонятно, зачем изображать из себя публичную компанию, если ты не собираешься биться потом за доверие инвесторов с точки зрения самого IPO. И тебе надо понимать, кому ты это продаешь. Ну, то есть как бы у американцев отчасти циничный подход. То есть стоимость публичности в Америке, она, конечно, несопостоимо выше, чем в Казахстане. Ну, то есть не готов ты там тратить, не знаю, 2-3 миллиона долларов в год на публичность каждый год до конца жизни, не делая IPO. Ну, то есть это просто ты минимум 3 миллиона долларов в год дополнительных издержек навсегда. И вот, ну, как бы взвешивай, а ты, как бы, ну, то есть что ты получишь от этой публичности, чтобы это покрыть? Ну, ты хотя бы 100 миллионов долларов, не знаю, там, привлеки тогда. Те же эти 3 миллиона потом всю жизнь платить. И это превращается в некий трейд. Ну, то есть не можешь привлечь 100 миллионов долларов, не привлекай ничего, потому что, ну, скорее всего, повторюсь, не окупится просто. Не окупится... Я даже здесь не прямые издержки там на аудиторов и на юристов. Повторюсь, у нас здесь на площадке Международного финансового центра у нас очень многие вещи при высоких стандартах сейчас стоят дешево. В Америке они при высоких стандартах стоят безумно просто дорого. И, ну, не знаю, мы там дулойт в этом году, мне кажется, платим какой-то совершенно фантастический чек. Я не знаю, мы, наверное, раскрываем эту информацию. Мне кажется, что у нас около 7 миллионов долларов, только услуги дулойт. Ну, то есть там есть Морган-Люис за юридические какие-то вещи, еще там миллион 3-4. И вот если ты хочешь быть публичным, ты не можешь это не платить. Мы нашим аудиторам, когда аудировали здесь, в Казахстане, по международным стандартам, ну, мы, конечно, компании были чуть меньше тогда, но мы даже 100 тысяч не платили. Ну, то есть как бы тому же самому дулойту. То есть там тоже профессиональные абсолютно ребята делали работу. Более того, зачастую те же абсолютно ребята делали работу. Но стоило ли оно того, ну, как бы да, чтобы быть листингованными в Америке, нам пришлось, там, дулойт, условно говоря, когда он пришел уже аудировать холдинг, он нам помог стать лучше в огромном количестве вещей. Но, повторюсь, к этому надо было быть готовым. Для этого надо было как бы огромное количество талантов притащить внутри компании, которые справятся с этим челленджем для того, чтобы это все потом не развалилось и не превратилось в негативное заключение аудиторов, потому что вы не можете профессионально подготовить отчетность, там, сделать контроли и проаудировать их надлежащим образом. Там, комплайнс и прочая всякая история. Повторюсь, в Казахстане можно натренироваться и начинать, безусловно, конечно, дешевле. То есть там сейчас идти в Америку, повторюсь, но вот как это, нам, мы прям прочувствовали эту историю прям очень-очень хорошо. Здесь компания может стать публичной и потратить на это там сильно меньше миллиона долларов, наверное, за год. Ну, то есть это там точно не 10 миллионов, как у нас сейчас в Америке, на исключительно юристов и аудиторов непосредственно вот по листингу. Но здесь, повторюсь, это все сильно-сильно дешевле, но при этом нужно общаться с инвесторами, нужно раскрывать информацию, нужно уметь быть прозрачным, нужно уметь работать в интересах миноритариев, нужно все деньги, которые ты вытаскиваешь из бизнеса, дивидендами научиться вытаскивать. Это же тоже, на самом деле, очень сложная задача для большого количества наших предпринимателей. И оно начинает требовать того, чтобы вся экосистема была здоровая, на самом деле, чтобы все так делали. Потому что, когда все твои конкуренты, грубо говоря, этого не делают, а ты начинаешь это делать, тебе, на самом деле, становится сложно работать. То есть ты начинаешь конкурентоспособность утрачивать. И я знаю, что это тоже реальная причина, по которой много кто публичным быть не готов и боится немножко этого момента. Но, с другой стороны, я понимаю сейчас, что и инвесторы слишком сыты, ну вот этой самой безрисковой доходности, а тебе же все равно инвесторам пробоваться. То есть если инвесторы слишком сыты, и огромной валютной доходности, и огромной деньговой доходности, валюта доходности тоже очень высокая сейчас. И при этом, то есть тут же надо тоже выстраивать кейс. Мы молодые пока, то есть люди еще не выучили урок, что вкладывая в казахстанские компании, ты можешь прям зарабатывать дофига, и это надежные инвестиции. Мы потихоньку, культура, это складывается. Положительные кейсы есть, их немало. Но это тоже путь, который мы должны пройти. То есть, с одной стороны, эти кейсы должны продолжаться, там и народное IPO, госкомпании какие-то, которые, на самом деле, во многом все равно гораздо прозрачнее многих частных компаний, как бы это ни звучало, но они, правда, с точки зрения корпоративного управления, часто гораздо более прозрачные. Но во многом, потому что они и так уже всем аудитом замучены на разных совершенно уровнях платформах, им в этом смысле, как бы, они понятнее для инвестора становятся, чем многие частные компании, которые, может быть, управляются лучше, но при этом менее прозрачными часто бывают для своих миноритарных акционеров. И здесь, наверное, основной смысл в том, что я очень верю, что когда вот эти доходности безрисковые начнут снижаться, это тоже привлечет капитал, потому что, ну вот есть же банальная теория, акционерный капитал всегда дороже долгового. Каким бы дорогим ни был долговой капитал, акционерный всегда будет дороже. Ну, это очень нечестно говорить инвесторам, что вот приходите на биржу, там бесплатные деньги. Да, вам не надо платить проценты за эти деньги, это правда. Вам не надо их возвращать через два года вместе с погашением ваших облигаций. Но при этом любой инвестор, когда покупает ваши акции, он рассчитывает на то, что он точно получит доход больше, чем по вашим облигациям. И это самый простой арбитраж, который есть. Вы, как акционеры, несете огромное количество рисков. Вам никто не гарантирует доходность, вам никто не гарантирует возврата ваших денег. Если уж вы покупаете эти бумаги, наверное, потому что вы точно хотите получить больше кредиторов, вложившихся в эту классную компанию. И я вот боюсь, что вот это, ну, опять же повторюсь, вот та часть цикла денежно-кредитной политики глобальной, в которой мы сейчас находимся, она приводит к тому, что огромное количество людей, если они не видят большую идею, ну, типа вот, AI, вот здесь будут иксы прям, и неважно, как сколько там ключевая ставка, окей, там 1%, 6%, 12%, 16%, тут будут иксы. И люди в это идут, на самом деле, мы это видим сейчас, как там Magnificent Seven растет, как растет фондовый рынок, вопреки высокой базовой ставке, конъюнктура-то, в общем, как бы хорошая. Ну, то есть все очень долго там боялись рецессии, но по большому счету там NASDAQ на десятки процентов просто фигачит, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, потому что там есть большие идеи, и, наверное, нам чуть-чуть больших идей не хватает. То есть, ну, кажется, что у нас никто еще не смог сделать такое предложение классное, сформулировать его и донести, инвеститься в казахстанскую компанию, на которую вот можно сделать иксы. Я не сомневаюсь, что такие компании на самом деле есть, но эта история не рассказана ни нам, ни нами, инвесторам, в свою очередь. И над этим надо работать. Ну, и вот, как бы, резюмируя это все, хочу сказать о том, что, повторюсь, в акционерный капитал нас выдавливает всегда погоня за доходностью, и она должна, как бы, жадность в какой-то момент тоже, ну, должна победить. Начнут снижаться ставки постепенно, и все люди посмотрят по сторонам и глянут, увидят, что, ну, оказывается, вот, Казмунагаз-то там, вот, хорошие показатели, там, хорошо вырос. А вот, оказывается, банки, вы все же обсуждают, что вот банки тут, как бы, очень много денег заработали. Банки тоже заложники денежно-кредитной политики, на самом деле, вот, у них было там два хороших года, сейчас все обсуждают о том, как правильно у всех изъять всю эту прибыль, а на самом деле, как бы, вот, ставка через год снизится, и рентабельность сектора изменится, на самом деле, и снова станет нормальной, аналоги останутся. Ну, так вот, если вы все еще завидуете банкам, и говорите, и считаете о том, что банки очень хорошо зарабатывают, они, правда, неплохо заработали, у нас крупнейшие банки, бенефициары, на самом деле, как бы, с текущей ситуацией. Покупайте их акции. Ну, как бы, вот, одна из историй. За последний год, ну, только мы вот строили динамику прибыли, банки очень прозрачные, на самом деле, в любой стране очень понятно, инвестабл, прозрачные, хорошо аудируются. В Казахстане, опять же, после всех реформ банковского сектора, и, ну, какого-то этапа минимизации рисков, и QR-а, роста качества аудита, банки реально самые прозрачные компании в стране. Ну, вот, как бы, насколько я помню, у нас лидер в индексе Косе, это банк-центр кредит, за последний год 333% роста прибыли. Ну, как бы, я имею в виду, не то, что у них, как бы, рентабельность капитала такая, но она у них там в 3,5 раза выше, чем в прошлом году. И понятно, что для акционеров это выгодно, а вообще, кстати говоря, инвестиции в банковские акции, это гигантский сектор в Штатах, вот есть, как бы, куча фондов, куча людей, которые только в банковские акции инвестируют. Это, на самом деле, такие достаточно консервативные инвестиции, довольно понятные, повторюсь, хорошо регулируемые, прозрачные компании, и, ну, вот, на это люди начнут обращать внимание, если у них вообще проблема появится, вспомните о том, а куда же денег-то вложить можно. Ну, честно, конечно, у них проблемы, большинство людей просто нет. Ну, и так, как бы, классно, тут государство все гарантирует, доходность огромная, спасибо. Девальвации, на самом деле, никто особо не ждет, ну, как бы, да, там, какая-то волатильность есть, но общие макроусловия неплохие, конвертации из нас фонда большие идут, тенге крепкие, и, видимо, как бы, по консенсу, судя по тому, что мы в социологии видим, и будет крепкий, по мнению людей. Спасибо, Тимур, очень интересно и очень эмоционально, да, и, конечно, вот, резюмируя все, я это привожу к ДКП. Да, я надеюсь, у наших спикеров будут и какие-то альтернативные еще варианты, почему фондовый рынок, ну, мог бы еще быстрее расти, кроме денежно-кредитной политики. Пока можно, да, немного подумать. Последний вопрос, Тимур, прежде чем мы вас отпустим, хотелось бы все это вопрос про инновации. Вы, ну, тоже очень активно этим занимаетесь, да, вот запустили, ну, как бы назвали ее своей валютой, даже в своей системе по кэшбэкам и так далее, и работаете на очень, ну, на многих рынках, да, вот от запада до востока. В плане инноваций можете поделиться, где еще что-то очень интересное происходит, что можно было бы адаптировать в Казахстане, конкретно в МФЦА мы могли бы тоже внедрить. Есть какие-то кейсы или все интересное у нас? Вы знаете, на самом деле, правда, очень много, ну, во многом благодаря платформам МФЦ, учитывая, что у нас и крипторегулирование появилось, тут кажется, что у меня вот сейчас на вскидку нет какой-то большой идеи, от чего можно было бы сделать в Казахстане из того, что, ну, как бы, вот что можно сделать в Казахстане, что нельзя сделать в Казахстане в текущем фреймворке, а вот где-то является уже более-менее состоявшейся лучшей практикой. Мы понимаем, что даже, вы знаете, вот мы же сделали вот эту историю, про которую сейчас Ренат озвучил, которая мне безумно нравится. Мы сделали ETN на наши акции, на акции холдинга, ну, такой фонд, который на самом деле держит в своих активах только акции холдинга, и мы раздробили бумагу. Ну, то есть мы сделали так, что 10 тысяч паёв фонда равно одной акции. Одна акция стоит 90 долларов, она дорогая достаточно, а мы её превратили там в бумагу, которая стоит 4,5 тенге. Ну, и она для нас, как бы, должна, по идее, стать такой нашей главной системой лояльности. И для нас одна из главных инноваций, которые мы построили, это как сделать так, чтобы эта акция могла храниться на карточке у человека. Ну, то есть вот у вас там есть, не знаю, есть тенге, есть доллары, есть юани какие-нибудь, и можете на этой же, там, дирхамы, и вы на той же самой карточке можете хранить акцию. И она у тебя там по курсу, ну, условно, 24 на 7, по какому-то курсу банка, курсу маркетмейкера, она может меняться на любую другую валюту. И вот, как бы, главный кайф в том, что этот продукт, на самом деле, вот так красиво, как мы его сделали сейчас в Казахстане, я понял, что на самом деле, ну, очень мало где можно сделать. Во многом потому, что у нас есть налоговые льготы, и мы сделали процесс, в котором нету разницы. Ты вот переводишь деньги или переводишь бумагу. Ты получаешь доход от, ну, какой-то валютной переоценки, ну, то есть ты купил там доллары США, через неделю их продал. Они у тебя там, курс немножко изменился, тебе не надо идти и сдавать в налоговый комитет об этом какой-то специальный отчет. Благодаря вот тому, что там нет этого барьера, потому что если бы этот барьер был, мы бы не смогли запустить этот продукт, потому что оказалось бы, что наши инвесторы, скорее всего, приобрели себе какой-то супермасштабный геморрой и необходимость из-за этой программы лояльности, по сути, которую мы создавали. А мы очень хотели сделать так, чтобы каждый наш клиент, который нам платит деньги, потребляя какую-то нашу услугу, страховка покупает авиабилеты, не знаю, по карточке нашей транзачит, на самолет себе купил билет или еду заказал. Мне очень хотелось, чтобы он часть нашей маржи получил в виде наших акций и стал нашим акционером. Ну, то есть мне кажется, что это правда очень важно, чтобы наши клиенты были в доле, чтобы они чувствовали, что, ну, грубо говоря, там, успех Freedom – это вот их успех, потому что это компания, акционерами которых они являются, пускай очень маленьких. У нас есть этот позитивный опыт, мы с этого начали, собственно. Ну, когда, как этот, тут есть самая любимая тема в Астане, как бы это как раз рассуждать о том, кто же мне дал денег. Ну, вот клиенты дали нам денег, у нас десятки тысяч владельцев акций FRHC, десятки тысяч. Ну, мы самая, наверное, публичная компания с точки зрения количества и качества ритейла, который владеет. У нас очень мало институтов, но вот ритейла у нас прям много в акционерной базе. И вот эта вот история, она для нас сейчас позволяет нам сделать следующий шаг. Ну, то есть в экосистеме Freedom было 6,5 миллионов клиентов уникальных, которых мы в своем Data Lake сейчас смогли отрефайнить. И 6,5 миллионов человек получат кэшбэк в виде наших акций на карточку нашего банка. Ну, прикиньте, у нас будет в Казахстане 6,5 миллионов акционеров. Новая идея, а не рекламу всего продукта Freedom. Ну, спасибо. На этом… Тимур. Мне кажется, это так круто. Это нигде нету в мире просто. Я не смог удержаться. На этом мы завершаем бенефис Тимура Турлова. И это не потому, что он золотой спонсор нашего форума, а человек реально попросил. Спасибо большое. Мы вас отпускаем, Тимур. Честно, это не потому, что я Freedom – золотой спонсор форума. Теперь, возвращаясь к нашей панели и первому вопросу, все-таки, ну, кроме денежно-кредитной политики, мы это уже все поняли, немножко хотелось бы тоже ваше мнение о статусе, вот развитии, состоянии развития фондового рынка. Какие факторы нам мешают, что нам, наоборот, помогает, если возможно, Елена Леонидовна. Ну, АФК, наверное, все знают, ассоциация включает очень много финансовых институтов, я имею в виду, которые на фондовом рынке, банки и так далее. Поэтому очень интересно мнение ваше лично и АФК. Спасибо. Ну, наверное, я все-таки вынуждена повторить, что без согласования денежно-кредитной и фискальной политики развитие фондового рынка не получится, и ликвидность на фондовом рынке не образуется. Это базовые условия, без которых невозможно это сделать. Поэтому надеюсь, что они будут изменяться к лучшему, хотя вот недавно Национальный банк сказал, что он будет давать прогноз по базовой ставке, но до тех пор, пока она в реальном выражении находится на уровне 6%, сложно ожидать каких-либо изменений прямо сейчас. Но если говорить о том, что происходит извне, геополитические вызовы, конечно, они никуда не делись, но мне кажется, что, собственно, на развитие нашего внутреннего рынка долгового капитала и фондового рынка они такого большого влияния не оказывают, ну, кроме высоких ставок, о которых уже Тимур говорил. Давайте все-таки взглянем на ситуацию позитивно. Вот недавно мы слышали послание главы государства. Восприняли его по-разному все, но я буду через призму финансового сектора говорить. Вот недавно мне пришлось беседовать с одним экспертом, но который себя призван защищать, как он считает, заемщиков, лицефизических лиц, малого, среднего бизнеса. И вот он на полном серьезе предложил, что надо по-разному облагать дивиденды акционеров миноритарных банков и мажоритарных. Ну, если мы будем так обращаться с корпоративным управлением, то тогда, я думаю, что у нас новых выпусков акционерного капитала не будет вообще. И вот сейчас только господин Титурова говорил о том, что акции банков – это очень надежный инструмент, в который могли бы вкладываться, потому что это наиболее прозрачные институты. Но так получается, что у нас на наиболее прозрачные институты и больше гонений. Вот размер дивидендов не дает как бы покоя никому, хотя какой на самом деле размер получают собственники непубличных компаний, никто толком не знает. И получается вот это обратная сторона платы за публичность. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы мы стимулировали выход на акционерный капитал, на публичное размещение, нужно все-таки, чтобы акционерное общество имели от этого явную выгоду, а не только обязательства. Кроме денег, масса публичности и еще плюс общественное порицание за то, что вы много зарабатываете. Но вы много зарабатываете, вы платите налоги. Поэтому, мне кажется, что если вернуться к нашему рынку, все-таки, что у нас сейчас происходит? Вот вы говорили о том, с одной стороны есть эмитенты, с другой стороны есть инвесторы. Понятно, что эмитент хочет, если мы говорим о долговом рынке, разместиться подешевле. Опять же, из многочисленных форумов готовность заемщиков брать кредит от 5 до 8 процентов. Все. Начиная от сельского хозяйства, заканчивая торговлю. Никто выше 8 процентов кредит брать не готов. При базовой ставке 14,25 и при безрисковой ставке доходности соответствующей. А, простите, кто тогда будет размещать на рынке долговые бумаги с учетом, опять же, безрисковой ставки для инвесторов? Понятно, что они хотят доходность на уровне 19-20 процентов. Такую доходность могут позволить себе очень высокориентабельные предприятия. Их много, кроме банков. Но, тем не менее, получается, это вот разрыв, который очень сложно преодолеть. Каким образом он решается в нашей стране? Льготное кредитование. И тем самым мы разрушаем фундамент для построения рынка долгового капитала. Вот я не аффилированное лицо, никого не рекламирую, но это, наверное, то, о чем нам стоит всем задуматься. То есть у нас создана инфраструктура, на самом деле, очень хорошая инфраструктура. У нас хорошо работает клиринговая система, депозитарии, есть две биржи, которые дают разные возможности. Но, к сожалению, вот эта вот среда, так скажем, неготовности и диаметрально противоположных, может быть, они объективно противоположные взглядов имитентов и инвесторов, она, к сожалению, не может быть решена без либерализации денежно-кредитной политики. Теперь, все-таки, возвращаясь к тому, что следует из, ну, что мы услышали из выступления главы государства на открытии парламента. Сейчас много говорят о новом законе о банках. Ну, я, наверное, вот сейчас, может, выскажу, это такая гипотеза пока, предположение. А давайте будем говорить не о новом законе о банке, о новом финансовом кодексе. У нас в стране очень много кодексов. Недавно социальный кодекс написали, предпринимательский кодекс есть. Потому что сейчас что происходит? Закон о банках, который раньше был основой основ, и, в частности, это частное управление, международные принципы регулирования, это не вмешательство в операционную деятельность, вот он сейчас нивелируется и подменяется понятием защиты прав заемщиков. Сейчас говорят уже о защите заемщиков малого бизнеса, среднего бизнеса и так далее. Но банки – это тоже предприниматели. И они являются инвесторами очень большими, в том числе и для долгового рынка, облигаций, и для акций в том числе. И не секрет, что у нас банкоцентричная модель, внутри групп существуют и страховые организации, управляющие активами, и брокерско-дилерские компании. Поэтому вполне возможно говорить о том, чтобы мы все-таки развивали не только банковский сектор, но и в целом все наши финансовые организации. И, наверное, надо убрать те барьеры, которые уже сейчас не актуальны. Ну, вы знаете, что банкам запрещается вкладывать в акции даже неликвидных компаний, даже менее 10% вы можете вкладываться только в ликвидные акции. Если они неликвидные, банкам это запрещено, есть очень такой ограниченный список возможностей участия в долевом капитале. Если это дочерняя организация, то только финансовая организация. Но если раньше, может быть, 20-25 лет назад это было актуально, то сейчас это уже не актуально. Финтех-компании – это те же самые банки. Поэтому вот этот искусственный арбитраж, когда если банк является холдинговой компанией, вы ничего не можете создавать вниз, а если у вас холдинговая компания не банк, а сестринская компания, вы все можете делать. Тем самым создается как бы арбитраж в регулировании, и это ограничивает возможность банков и их дочек выступать инвесторами. Если бы такие возможности для них были предоставлены, естественно, с учетом ограничений должных для защиты прав депозиторов, то, соответственно, банки и сопутствующие, не обязательно дочерние финансовые организации могли бы выступить более активными инвесторами на рынке долгового и долевого капитала. В свою очередь, это бы способствовало росту предложений со стороны эмитентов, будь то, естественно, не финансовых организаций и выпуска облигаций. Это я сейчас говорю, впрочем, о возможности для институциональных инвесторов. К счастью, по сравнению с предыдущими годами, когда у нас был частный рынок пенсионных активов, он у нас был ориентирован на институциональных инвесторов. Сейчас мы можем сделать перезагрузку. У нас образовался значительный сегмент розничных инвесторов, и сейчас это уже не позволит сделать ориентацию рынка только на институциональных инвесторов. То есть сейчас мы находимся в более благоприятной среде, когда у нас есть и розничные инвесторы, и институциональные инвесторы. Но вот господин Турлов так мягко сказал, что у нас много возможностей для регулирования. Я скажу, может, пожестче. Очень медленно у нас отменяются некоторые регуляторные ограничения для институциональных инвесторов, будь то страховые организации, будь то управляющие портфелем или брокерско-дилерские организации. Вот опять же, глава государства говорил о том, что нам нужно развивать рынок цифровых активов. Вот только что была сессия, там регулятор из Сальвадора, который приняли вообще биткоин как национальной валютой выступал, но я сейчас не буду говорить о криптовалютах, я тоже не употребляю этого слова. Я буду говорить об обеспеченных и необеспеченных цифровых активах. Вот на этой сессии все говорили финансовые цифровые активы. А у нас не финансовые цифровые активы. В соответствии с пятой статьей закона о цифровых активах, необеспеченные цифровые активы и необеспеченные, они не являются финансовым инструментом. Более того, если буквально прочитать нормативные акты нашего регулятора отечественного, то у нас брокеры-дилеры с сомнением могут совершать сделки даже с обеспеченными цифровыми активами и с производными на необеспеченные цифровые активы, но при этом те же самые брокеры-дилеры вроде как могут это делать в МФЦА. Тогда возникает вопрос, а может быть мы как-то уберем уже это ненужное регулирование, но кори у нас на МФЦА обращаются обеспеченные и необеспеченные цифровые активы. Так может быть стоит сейчас какую-то часть этих активов назвать финансовым инструментом и через брокеров-дилеров, которые могут иметь соответствующие ограничения, если их регулятор наш финансовый установит, через квалифицированных инвесторов, если, допустим, речь идет об необеспеченных цифровых активах или неквалифицированных, как сейчас разрешается на МФЦА, разрешать в том числе и выпуск и обращение цифровых активов. Возможно, это тоже новые возможности для инвестирования. То есть на самом деле у нас много еще места для того, чтобы убрать избыточный регуляторный арбитраж и превратить наших институциональных инвесторов, в том числе банков, в полноценных инвесторов и эмитентов, потому что они же являются еще и полноценными эмитентами. Ну, банки в первую очередь, это и долевые бумаги, это и долговые бумаги. Но до тех пор, пока наши институциональные инвесторы в люце управляющего Национальным банком по пенсионным активам будут приобретать облигации, чтобы держать их до погашения, никакой ликвидности на рынке долгового капитала не будет. Только тогда будет рыночная цена, когда облигации будут обращаться на вторичном рынке. А обращаться на вторичном рынке они будут тогда, когда будут выпущены по рыночным ставкам. Вот, к сожалению, так. Спасибо, Елена Леонидовна. Да вот, прежде чем можно, я дадим вопрос просто уточняющий. Мне бы очень понравилась идея про, возможно, нам нужен финансовый кодекс, но хочется немножко побольше услышать. Наверное, вот у нас же его нет, поэтому для многих это не знакомо. А что это за кодекс? А в чем он должен быть? Буквально пару идей. Какие принципы должны заложены быть в этот кодекс? Давайте будем ориентироваться на то, что у нас в стране сделано. У нас сейчас есть множество законов. Прежде всего, есть закон о Национальной банке, есть закон о регулировании финансового рынка финансовых организаций, есть закон о платежах и платежных системах, есть закон о банке развития Казахстана, есть закон о банках, за дополнительной страховой деятельности, есть закон о рынке ценных бумаг и вот так далее. Закон о жилстройсбережениях. Как мне представляется финансовый кодекс? Вот эти все законы нужно объединить. И еще одна важная вещь. Если кому-то в силу закона разрешается заниматься банковской деятельностью, то он не может это делать без лицензии и он обязан выполнять набор обязательных нормативов финансовой устойчивости. Вот недавно госпожа Аблокосимова говорила о том, что нам нужно сделать базовую банковскую лицензию и универсальную банковскую лицензию. Базовая банковская лицензия – это ведение банковских счетов и выпуск электронных денег. Вот если вы осуществляете этот вид деятельности, вы обязаны иметь лицензию и выполнять минимальный набор проденциальных нормативов, ну, финансовой устойчивости. Вот к этому мы должны прийти. То есть никому не разрешается заниматься какой-то деятельностью, не выполняя базовый набор критериев. Иначе это нарушение конкуренции. – Спасибо. Я думаю, действительно, есть в этом очень интересная идея. Надеюсь, она в профессиональных кругах обсуждается. Очень интересная. – Пока это только гипотеза. Прошло очень много времени. У нас сейчас так все стремительно разрывается. Буквально 2 сентября глава государства выступил с посланием. Сегодня 6 сентября. Естественно, это только предположение. Я думаю, что его нужно обсуждать и среди участников рынка, и среди регуляторов. Но, в принципе, мне кажется, это бы дало толчок для развития. И, возможно, мы бы, не выплескивая, так скажем, с водой ребенка, но мы могли бы создать больше возможностей для развития и в том числе для создания ликвидности на фондовом рынке уж точно. – Очень интересно. – Вот здесь, Лена Леонидовна, когда Вы говорите о финансовом кодексе, может быть, еще и синергия, связанная с законодательством не только нашего конвенционального, то есть стандартного банковского сектора, но и, включая, законодательства, связанные с инфициатом или еще что-то. То есть раз Вы говорите много законов, всех возьмем кодекс, может быть, как-то это все потом подвести. – Можно я прокомментирую? Как Елена Леонидовна сказала, идея очень новая, надо много обсуждать и разговаривать. Буквально четыре дня прошло. – Спасибо, спасибо. Ну, Сауля, раз микрофон, скажем, у Вас, может, вот Ваш, как хотел я сказать, внутренний взгляд извне, как Ситибанк из Азекстана. – Да, это бы как-то психолог. – Про фондовый рынок, его развитие, факторы тоже, пожалуйста. – Хорошо, спасибо. Когда Вы говорите внутренний голос извне, совершенно правильно сказали. Мы, как Сити, присутствующие здесь в Казахстане очень долго, то есть мы видим наш рынок здесь в первую очередь как банк второго уровня, Сити Казахстан, и с другой стороны мы часть большого глобального игрока, то есть очень большой глобальной финансового института. И когда мы говорим о вопросах, связанных с фондовым рынком, развитии рынка Казахстана, в первую очередь надо смотреть на макро-показатели. То есть любой инвестор, который хочет прийти в Казахстан или задается этим вопросом, или уже вот хочет увеличить свои позиции на Казахстан, в первую очередь это Казахстан. И, естественно, во всех наших разговорах или с инвесторами это фундаментальные показатели самого Казахстана, которые очень сильные. И нам надо это повторять и промутить. Тем более, что именно казахстанская экономика в сравнении с другими такими же экономиками показывает действительно сильную устойчивость, так называемый резилиенс. И это именно доказано путем, не просто потому, что мы заявляем, что наши цифры хорошие, а именно это доказано поведением экономики в моменты шока, в моменты стресса. Это и, как вы сказали, например, пандемии или какого-то последнего геополитического шока. И тем не менее экономика показывает такие стабильные хорошие показатели роста, основные фундаментальные цифры. И это очень важно. Это первое, на что дает комфорт. Второе, как Тимур говорил только что, это, естественно, для любых инвесторов, которые приходят сюда, два основных фактора важные. То есть те инвесторы, которые заходят на акционерный капитал, это, естественно, доходность и моменты роста. Мы хотим знать, что данная бумага будет расти. И здесь в совокупности с тем первым базовым постулатом, который сказал, что это фундаментальная основа Казахстана. И дальше, когда эмитенты уже из Казахстана, при этом investment grade страна. Плюс еще данная бумага, которая торгуется на международных фондовых рынках, показывает еще и очень хорошую доходность и показывает рост. Естественно, это дает тот позитивный интерес для инвесторов приходить сюда. Теперь вот на примере сети Казахстана за последние несколько лет. Если мы всегда у себя видели в своем портфеле, что ежегодно приходят новые имена, может быть, это десятка, 10 новых, то за последний год в 4 раза больше. То есть это говорит о том, что идет такой активный поступательный процесс интереса Казахстану. И это как раз на той платформе, которую вы только что обсуждали, что инфраструктура есть. Если, например, год назад мы когда с вами сидели тоже на таких площадках, обсуждали какие-то моменты, готовы ли платформы, есть ли достаточность инструментов или еще что-то, то теперь вопросы уже идут более амбициозные, как увеличить этот рынок. То, что сделали в этом году очень важный, в прошлом, это именно переключение на ритейл, на инвесторов, что, вы правильно сказали, было до этого не так активно развито, теперь здесь. И теперь непосредственно, например, по нашим имитентам, именно те, которые торгуются за границей, не так много, но тем не менее они действительно очень интересны и характеризуют очень высоко Казахстан. Те же, тот же, нельзя не упомянуть Каспий, 25 миллиардов капитализации. И уже смотрят это не на как игрока финтек, высокотехнологичный, именно из Казахстана, а рассматривается как глобального игрока. То же самое, комодитис, Казатампром, уже рассматривается как игрок, именно глобальный производитель добычи урана. И поэтому очень много говорилось про финансовый рынок, Халыкбанк, один из самых старейших, так сказать, листингованных компаний. Феноменальные результаты роста, доходности и рассматривается не просто как банк второго уровня Казахстана, а как лидирующий банк Energy Markets, то есть вот в этом сегменте. То есть все наши компании, вышедшие и в этом году, выпуск Ээростаны. Это тоже важно, что сделал Самрук Казана. Дальше продолжает выводить компании. Все эти компании лидеры Казахстана, и это характеризует очень хорошо Казахстан, и тем самым привлекает больше внимания со стороны инвесторов. Естественно, возникает вопрос вторичной ликвидности, и он всегда у нас тут висит. И отвечая на него, да, особенно если мы говорим про долговые, рынки долгового капитала. То есть в прошлом году, например, тот же Национальный банк, Министерство финансов, да, объявили о том, что они возвращают или возрождают или вводят инструменты первичных дилеров, маркетмейкеров для госбумаг. Это было сказано в прошлом году, а в этом году мы уже видим результаты. То есть вот буквально опять-таки 1 сентября я видела в новостях, что Министерство финансов запустило программу, процесс, так сказать, внедрения института первичных дилеров. Очень важный шаг, о нем очень много говорилось, и для институциональных инвесторов это важно, видеть, что рынок дальше развивается. Поэтому вот мнение такое изнутри и извне, так скажем. Спасибо. Спасибо большое, Саульем. Спасибо. Асель, пожалуйста, да, ваша очередь. Я, наверное, подфочу с того момента, когда Соля говорила про equity эмитентов, то есть эмитентов долевых инструментов. Да, у нас есть хорошие компании, блю чипсы, которые торгуются, в основном долевые инструменты, которых торгуются на Лондоне. И мне здесь хотелось бы начать вот с того, что управляющий упомянул про курицу и яйцо. Есть такой термин, как уловка 22, когда компании, которые у нас присутствуют на рынке, не хотят идти на рынок, потому что нет инвесторов и нет и международных инвесторов. С другой стороны, международные инвесторы не сильно торопятся приходить на казахстанский рынок, потому что нет предложения достаточного бумаг. То есть это вот такая циклическая ссылка и, наверное, это вопрос, который нам нужно будет решать на уровне совместно с надзорными, совместно с участниками рынка. И здесь еще важно, что вот наше наблюдение исторически сложилось так, что вот все компании, про которые Саулия рассказала, про казахские блю-чипсы, они исторически выходили на международные площадки, но никак не на локальный рынок. То есть это, по сути, развивало и мы инвестировали в рост международных площадок, но никак не казахстанского рынка. И если посмотреть на оценки аналитиков, вот индекс-провайдеров MSCI и FTSE, когда они смотрят на казахстанские компании, тот же Халыкбанк, Азатампром, Айрастана, они включаются в пул имитентов, которые идут в Лондон, то есть это лондонский рынок. И их не считают для расчетов с точки зрения Казахстана. Поэтому, мне кажется, вот эту ситуацию нам нужно разворачивать. И я боюсь, что сейчас будет шапка закизательства, и, наверное, наша большая задача – это все-таки усилия по локализации. Может быть, это должно случиться не прямо сейчас, но нам кажется, что нам нужно начинать эту программу по перетягиванию ликвидности из Лондона в Казахстан. На сегодняшний день, даже не на сегодняшний день, за последние годы, наверное, с 2005 года, то есть цифра менялась, 90-95-100% ликвидности. находятся в Лондоне. Соответственно, опять же, это никак не помогает развитию локального фондового рынка. Однако, изобретение велосипеда в данном вопросе не требуется, потому что есть примеры в мире. Приведу быстро три примера. Первый – это Саудия-Рамка, то есть тогда, когда акции этой компании размещались только на Саудовской бирже, и это дало толчок для развития внутреннего рынка. В принципе, иностранный, поскольку актив очень интересный, соответственно, инвесторы приходили на локальный рынок, открывали там офисы, представительства, создавали рабочие места. Еще один пример – это Польша. В Польше у них очень сбалансированный подход, то есть баланс между нормативными ограничениями и стимулами. То есть компаниям не рекомендуется, или даже, наоборот, рекомендуется выходить на рынок локальный. То есть есть различные стимулы или антистимулы, которые демотивируют компанию уходить на международные рынки. Следующий пример – это Hydroelectrica, то есть компания, которая – это крупнейшая компания по производству электроэнергии, которая сделала IPO в июле 2023 года, и размещение было только на Бухарестской бирже. И это дало толчок для развития внутреннего рынка. Поэтому вот это все, в принципе, это все возможно сделать у нас. Конечно, у нас есть свои, скажем, частные вещи, которые нам нужно будет учесть, но мы не считаем, что это что-то невозможное. Поэтому вот эти усилия по локализации, я считаю, что они очень важны, и, наверное, для этого, как я сказала, нам нужно объединять усилия. И здесь, наверное, разделение, которое было весь прошлый год – Алмата-Астана, наверное, оно не должно работать. Спасибо, Асель. Очень много интересных идей, каждую из них можно было бы обсуждать, много мнений, но, тем не менее, у нас достаточно время ограничено, поэтому хотелось бы еще один аспект обсудить, очень важный, многих, которые интересуют, это новый налоговый кодекс и его влияние на фондовый рынок, в части возможного налогообложения, доходов по ценным бумагам, в виде дивидендов и так далее. Вот так же в послании, да, сейчас глава государства пока на еще один год отложил этот вопрос налогового кодекса, но, тем не менее, это очень важный вопрос. Также вот вчера у нас совет прошел, я надеюсь, точка в вопросе вот законодательства МФЦА и налоговых привилегий в МФЦА поставлена. Для нас, ну, как глава, я думаю, как управляющий МФЦА я должен все-таки высказаться по этому вопросу, в первую очередь это был вопрос стабильности законодательства, да, и, как говорится, sticking to our words, да, что мы раз закон приняли, тем более конституционный, пообещали на какой-то период, это должно оставаться, потому что, как мы знаем, там доверие инвесторов международных особенно, да и местных тоже добиться очень сложно, а вот разрушить это доверие очень легко, и потом это очень многое, долгое время еще и отражается. Поэтому вот в первую очередь с этой точки это важно. А в целом концептуально, да, я согласен еще с мнением, что налоги это вообще наша плата, да, за жизнь в цивилизованном обществе, то есть без налогов совсем невозможно. Есть и такое мнение, что несмотря на то, что у нас долго были вот эти привилегии для РЦБ, для розницы, ну, вообще для РЦБ, какого-то большого импульса не получило. Но мы видим, что как раз сейчас время, как мы говорили, розница подтянулась, действительно рынок активизировался, и как будто это не сейчас не время убирать эти льготы. Это мое личное мнение, и хотел бы очень тоже, чтобы участники панели поделились. Я думаю, для всех присутствующих в зале это, ну, важная тема. Тех, кто сейчас активно инвестирует на рынке ценных бумаг, это очень важное мнение. Не могу сказать, что мы решим этот вопрос здесь, но очень хотелось бы услышать ваше мнение по поводу налогообложения на фондовом рынке. Не вопрос. Ко всем, ко всем. Давайте я начну. Проект налогового кодекса внесен в парламент в том виде, в котором он был опубликован. К моему большому разочарованию, честно скажу, потому что там есть НДС на все финансовые услуги. Надеюсь, что возоблаздает здравый смысл, и в рамках парламента это не произойдет, потому что этот НДС будет весь переложен на всех субъектов рынка. Абсолютно. Это приведет к удорожанию всех банковских услуг, включая депозиты и кредиты. Надеюсь, что это удастся разрешить. Если говорить о налогообложении на рынке ценных бумаг, то там, в принципе, льготы остались, но только для тех бумаг, которые подтверждают свою ликвидность. А вот эти критерии для подтверждения ликвидности, они традиционно отнесены на подзаконный акт. Ну и хотя я большая сторонница координации, взаимодействия между АИКС и между КАСЕ, между отечественным рынком и МФЦА, но я против арбитража. Поэтому у нас не должно быть никакого арбитража с точки зрения налогообложения. Я полностью поддерживаю незыблемость принципов, чтобы раз объявили о том, что есть для МФЦА такие льготы, их ни в коем случае не надо было менять. Была такая идея со стороны отдельных госорганов, но здравый смысл восторжествовал. Но я полагаю, что и не должно быть никаких арбитражей между налогообложением на бирже МФЦА и на бирже КАСЕ. Вот это, мне кажется, нужно добиться. И на самом деле, наверное, предстоит большая работа с депутатами, чтобы объяснить, что и прежде всего с Министерством национальной экономики, Министерством финансов, объяснить им в том, что нельзя руководствоваться какими-то конкретными фискальными данными по поступившим налогам. Мы говорим об экономической среде, мы говорим о развитии. И когда перед нами, перед страной поставлены такие вот задачи амбициозные по повышению темпов роста, повышению благосостояния народа, ну невозможно это сделать, если вот базироваться на каких-то там экономиях, пусть даже они исчисляются там несколькими десятками миллиардов, но это явно не соизмеримо с теми последствиями, которые могут быть привнесены на рынок, если от этих льгот мы уйдем. Поэтому надеюсь, что мы все-таки сохраним льготы по и долговым, и долевым инструментам, но при этом, естественно, при соблюдении минимальных требований ликвидности, но без арбитража. Вот мое мнение. Спасибо большое, Илья. Саулия Асель, тоже по налогам. Ваше мнение? У меня, наверное, коротко совсем, потому что для нас важно сохранение тех норм и статей по налоговложению, которые прописаны в конституционном законе, и которые дают возможность в частности, то есть я сейчас со своей колокольни, со стороны участников МФЦА. То есть компания, когда приходила, принимала инвестиционные решения, она в том числе, поскольку это основная и ключевая составляющая для финансовых рынков, надеялась на финансовые преференции, которые мы объявили. Здесь, наверное, вопрос reps and warranties. То есть мы сделали заявление, мы пообещали, что до 2066 года ничего меняться для вас не будет, приходите, развивайтесь, открывайте офисы и создавайте рабочие места. Сейчас мы на перепутье начинаем менять, и, соответственно, даже этот факт, то, что мы обсуждаем это, уже создает риски. И мы разговариваем со многими участниками на каждодневной основе, и я уже слышала такую реакцию, слушайте, ребят, если вы меняете, не прошло и 5, и 6 лет, если вы это меняете, то тогда, ну, извините, мы пойдем в Узбекистан. То есть никто не говорит, конечно, что в Узбекистане все очень замечательно, но понятно, что есть другие рынки, куда они могут пойти, и здесь еще есть юридические риски. То есть любая компания, она может прийти в суд МФЦА и подать в суд на государство то, что государство не выполняет свои ранее данные заявления. Я понимаю, что я не пытаюсь там стращать или что-то, но с другой стороны, такая вероятность есть, и такая возможность, она предусмотрена судом МФЦА. МФЦА. Окей, спасибо. Я просто думаю, наверное, самое главное соблюдать последовательность и те обещания, которые были сделаны, потому что, с одной стороны, есть сегодняшние какие-то вызовы, вызовы, на которые правительство хочет ответить, и в то же время, что не любят иностранные инвесторы, это, естественно, сюрпризы негативные, и те промисы, которые были сделаны, как бы всегда ожидаются, что они должны быть выполнены, естественно, стороной с инвестиционным рейтингом, опять-таки, я повторюсь. Но поэтому это, в принципе, воспринято, наверное, с нашей стороны положительно, что дали еще один год для изучения и адресования тех вопросов, которые вот даже здесь прозвучали, и в итоге придут к какому-то консенсусу. Потому что, повторюсь, что всегда ожидается последовательность во всем, и в этом плане Лена Леонидовна тоже права, что, естественно, дополнительный налог, он будет переложен на финальную стоимость, и в конечном итоге надо считать эффект экономический, насколько он выгоден именно в моменте, поэтому я бы, наверное, так суммировала. Спасибо. Спасибо, Сауле. Мы прям вот минута в минуту по времени. Спасибо большое участникам панели. Я, если можно, как модератор, пару, наверное, take away, то, что называется, первую очередь. В общем, что рынок у нас все-таки фондовый развивается, есть положительные, очень много положительных факторов. Мы видим это и в цифрах отражается, особенно что касается розничных инвесторов. Факторы, влияющие отрицательно, денежная и кредитная политика, много об этом говорили, но мы также читаем сейчас коммуникацию Национального банка, которая стала очень регулярной, открытой, и факторов, которые оказывают инфляционное давление, тоже очень много. Я думаю, все мы это видим, чувствуем, поэтому это тоже имеет свое объяснение и основание, но, тем не менее, для фондового рынка и его развития денежно-кредитного политика пока неблагоприятна. Это один момент. Второй момент, это, думаю, очень большая тема, она тоже имеет отношение к фондовому рынку, это отношение вообще к финансовым институтам и как это, treatment, то есть отношение к нему как в такие периоды, когда все очень благоприятно сказывается, и как будто у нас финансовый рынок, особенно банки, оказываются крайними в этом случае, и, конечно, в этой связи очень интересная будет работа, обсуждение, думаю, вокруг нового закона о банках, и очень интересная идея с финансовым кодексом, который бы, наверное, такую единую арку над всем финансовым сектором, понятно, по отдельно, по индустриям, наверное, какие-то там еще детали им нужны, а вот общий принцип ей очень интересный, надеюсь, она найдет отражение в различных дискуссиях, ну и третье, про налоговые изменения, я так думаю, вот еще один год есть, поэтому окно для обсуждения все еще открыто, не уверен, что бывает идеальное решение, да, и вот налоговый кодекс, который прям всех-всех-всех будет устраивать, наверное, только если скажут вообще никаких налогов, но это фантастика, да, там это в смысле вообще невозможно, поэтому консенсус должен быть найден, это вот действительно вопрос между там мы больше хотим развития, соответственно, стимулов или все-таки чуть больше упор на то, чтобы налогов должно быть больше и, соответственно, там закрывать какие-то наши вопросы, расходы государственные. Баланс, я думаю, очень тонкий, его будет нелегко найти, я надеюсь, вот все, кто в зале так или иначе на различных площадках будут участвовать в его обсуждении, потому что это касается всех, да, как известная цитата, там смерти налоги неизбежны, то есть каждый к этому придет, поэтому это касается каждого и каждый, как там гражданин, должен активно в этом участвовать. Спасибо большое еще раз аплодисменты участникам панельной сессии, надеюсь, было познавательно и интересно, АФД продолжается, у нас еще ряд сессий, спасибо всем большое за участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!